Сегодня у моей сестрёнки Оксаны день рождения. Я взяла ей такой букетик, и мы с Адалиночкой сейчас её поздравим, да? Приехали на работу. Она у нас вот здесь работает. Лаборант. Берёт кровь у людей. Сейчас мы её поздравим. Поздравляю, садороганда. Донеси. Спасибо большое. Бог тебя благословит сильно, что у тебя было всё в жизни. Самое лучшее, самое прекрасное. Водички поставишь. Вот какая маленькая. А донечка, жидко тоже дай. Поздравляю, Оксана, с днём рождения. Тебе Оксана скажи, поздравляю. Поздравляю. Умничка. А вы куда собрались, дорогие люди? Такое рабочее место у Оксаны. Здесь три комнаты. Здесь пациент приходит уже, оформляет свою информацию, все свои данные заносит. И уже облегчает работу, что они уже на компьютере там не пишут. Вот. И здесь такой вот маленький небольшой кабинетик. Здравствуйте. Тук-тук-тук-тук-тук. Можно к вам? Так. Оксана, в халате работай, да? Да, в халате всё как положено. Да. Ну, мы тебя засняли без халата, потому что как раз мы попали на обед. Это было здорово. Да, у меня раз плохо разберут. Ну, сами. Ну, да, мы хотели сюрприз сделать. Адрина хочет работать на такой работе? Нет? Почему? Сейчас как раз клиентов нету. Это у вас такая тишина, да? А ты мне приходишь, каждый раз говоришь, по 100 человек. Это просто сегодня у меня день рождения, поэтому... Да. Всё, 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 всё хорошо. Слово тебе. Подожди, я не понял. А, это два маленьких кабинета, что ли, здесь и здесь? Да. А, так разделили. Ну, здорово. А сколько вас работает? А это твоё рабочее место? Сколько вас здесь работает? Трое. Ой, как там это всё узнаёшь, все эти пробирки, бирки? Всё надо знать. Да, Адриночка? Ну, что ж, ладно, засняли твое рабочее место. На память останется. Да, абсолютно. По сколько человек в день приходит? По 100, по 120 рекорд был. Недавно. Рекорд 120? Да. Вау. Это сколько человек работает, я прослушала? Трое. Трое? Человек, фулл-тайм. И иногда посылают четвёртого человека. Адриночка, тихо. Адрино, не шуми. Ну, что ж, хорошо, видишь, столько времени мы здесь сидим и никого нету. Здорово, да? Да. Отдыхаем. Пошли дальше сюда. Вот наши цветочки красуются. Красивенькие. Ты, оказывается, не оставляй их здесь, бери домой, наслаждайся, они будут долго-долго стоять. В машине на ходу собрала. Надо было ещё один букет купить, но просто в вазочку бы уже не поместилось бы. Красивый букет в самый раз. Время, час 07. Вот так прям сидят, кто-то стоит, кто-то здесь на полу сидят, ждут очереди. Прям что-то мне аж не верится. Я уже полчаса сижу, здесь никого нету. Да, энергетика всех. Один человек, правда, пришёл при мне и всё. Да. Ну что ж, вот, смотри, услышала, что на полу сидят? Видишь, села. Не взяли. Хорошо пристроилась, говорят. Ну что ж, Бог благословил, и пусть ещё больше благослови. Давай тебе всего хорошего. Готовлю детям фаршированный перец. Пришла за перчиком. И вчера не была в огороде. Я не каждый день прихожу, да. И посмотрите, заглянула в огурцы, а тут вот такая вот красота. Сейчас я вам покажу, как здесь я собрала. Смотрите, какие ещё красавчики. Вот они висят. Смотрите сюда. Смотрите сюда. Вон сколько, смотрите, их есть вида. Смотрите, вот они ещё маленькие. Они ещё будут спеть. Я тут потихоньку уже убираю. Вот здесь вырвала все кусти. Вот этот куст порвался, обломался. Адриночка, ты можешь, пожалуйста, помидорки все собрать, да? Поможешь маме? Возьми везёрочку там, собери всё. Хочу пролезть сюда и показать. Вот они, они висят. Вот они, наши красавчики висят. Вот они. Да. День не побыла. А тут вот видите, что... Так, листья закрывают видео съёмочку. Смотрите, какая красота висит. Маленькая. Ещё поспит. А, что моё солнышко так? Вот я ещё здесь вот вижу два, которые нужно уже сорвать. Идёшь со мной? Да. Давай, давай, здесь тесно, нам тесно. Ой. Ой, мало места оставили, да? Ты идёшь, да? Да. Идём, идём, моя девочка. Здесь тоже огурчики есть, нужно сорвать. Вот они они. Десятки высотульки наши. Идём, выходи. Да. На, пожалуйста, возьми, подержи. Да, это колючий. Ну ладно, колючий, ладно, возьми. Да. Тогда принеси ведёрко. Сегодня у нас 19 сентября, смотрите. А, огурчик. Огурчик. Огурчик, смотрите, какие красавчики. Да? Огурчик, огурчик. А это что? Это что? Это что? Ну, вот это что? Огурчик. А это? Перец. Правильно, это перец. Всё, пошли готовить. Пошли готовить еду домой. Я дам. Давай, давай, неси на ведёрко. Удобно нести, да? А мне нет. Давай, 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 пошли. К нам едут гости, и дети, дети вот так вот их ждут. Дети вот так вот все вышли, все ждут. Сейчас вы увидите, что у нас за гости. Все с нетерпением ждут, целый день спрашивали, когда, когда, когда же они приедут. Вот они, наши гости, приехали. Теперь смотрите на эту арабу, которая бежит и ждёт. Здравствуйте. Здравствуйте, хотела? Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Дима. Это мой-то. Что надо, Дима? Да, ну что ты, везде, везде, везде. Нам, да, ну, блин, ещё надо. Ещё надо, наверное, родить? О, серьёзно. Заливление, серьёзно. Что ты сказал, Эдик? Ну вот они, красавцы, красавцы к нам приехали. А где маленький-то, маленький? Уже схватили? Маленького ещё не видели, не держали. А, Лянтик, солнышко, сейчас тётя тебя начмокает дома. Ну что, с приездом? С приездом. По некоторым обстоятельствам Оксана решила отметить день рождения в пятницу. Это, конечно, не самый лучший день для празднования, так как это последний день рабочего дня. И все наши ребята и девчата, они все работают. Поэтому я пришла на помощь моей сестрёнке. Я смазала и украсила бисквит, который Оксана испекла. Смазала вафельные торты, сделала графские развалины. И, конечно же, прям горячие спечки испекла лепёшки. И мы отправились в гости. Встречаем Якова. Николка такая большая стала. А вон уже одна. Одна приехала, санкционная. А вот Артур приехал, пришёл. Ну что там у нас? Мы вот так встречаем. И день рождения заодно отмечаем. Куда ты повел его, Дэнни? Зачем? Что-то долго выходит. Я вас вообще так редко вижу. Ух ты, вот наши мальчики. Приветик, хочу поздороваться. Как дела? Она вас не видела. Каврик, ты-то пред ними, они что-то не честь, что ли? Ты встал, да? Да вот именно что ли? Я сама уже и вылезла. У него придёшь в квартиру, у него квартира всегда на замке. Ой, сколько я тебя не видела золотой, а? Привет! 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 Иди сюда, я тебя поздравлю. Поцелую тебя. За то, что ты продал компьютер, молодец! Молодец! Как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, садишь? На муну. Кабин, я не знаю, как ты. Хм. Молостив. У тебя Джей с вами не здоровалась? Сори. Ты со мной не поздоровался? Здравствуйте, как дела? Показала вам немного нашу семейную обстановочку. Все с работы, очень все уставшие, голодные. Мы сделали очень простой и скромный стол за неимением времени. Да и время было позднее. На ночь тяжело есть много еды. Здесь мы благодарим Бога за прошедший день и просим благословения на эту пищу. Мы находимся в доме нашего брата Павлика. Немного, конечно, нам уже тесновато собираться в этом доме, так как нас уже становится больше и места особого нет. Но здесь мы красавицу нашу запечатлели на память. Вот такие вот красивые цветы подарила ей сестра Света. Итак, минута шума внимания. Разговоры утихают. Хороший праздник, день рождения. И угощение полный стол. У нас сегодня день рождения. И мы споем вам об этом. Ну, Оксана, мы тебя поздравляем с днем рождения. Это очень знаменательная дата. Обычно говоря, в 33 возраст Иисуса Христа. Самый у нас цвет сил, энергии, целей, устремлений. Что такое день рождения? Это тот момент, когда можно подвести итог прожитого года и сделать какие-то выводы и поставить цели на предстоящий год. Мы благословляем тебя, отдушить тебя желаем, чтобы у тебя все твои желания Господь исполнит, чтобы все твои мечты и чтобы такое заведение, чтобы ты думаешь, что ты проснулся и попросил строк в твоей жизни, благослови тебя. Ну, конечно, все, что надо разделить с тобой, это я в момент. Давайте споем все вместе. Днем рождения тебя поздравляем. Здесь собрались твои все друзья. Много счастья и зима живое. Христианская наша сурья. Пусть Господь благословит. Мир и радость свежи дарит. Сохрани на пути, чтобы весь мир вместе войти. Вот так и прошел наш простой и скромный вечер в кругу родных. В последнее время у нас появилось очень много новых подписчиков. И для тех, кто не знает, я из многодетной семьи. Я самая старшая из 15. Это мои родители. Мы, дети, все родились в Узбекистане. Мой муж единственный в своей семье. В 2010 году мы с мужем переехали в Америку, а наши родители и мама мужа переехали в 2016 году. 13 детей уже все переехали в Америку. Осталось только два брата, который живет один в Узбекистане и другой в Казахстане. Многие из вас спрашивают, как мы попали в Америку. Все мы попали по родственным связям. Ну, а тут у нас уже утро следующего дня. Я спустилась вниз и увидела вот такой вот сюрприз от мужа, который приехал из рейса. Друзья, у нас сегодня 21 сентября. Перцы наши еще висят, поспевают. Прямо здесь такая сочная зелень. Кстати, собрала очень много огурцов. И посмотрите еще, сколько висят огурчики. Вот они, смотрите. Видите? Еще поспевают. И вот они, красавчики, еще есть. Вот. Недумано, негадано сегодня вот что. Вот что я сделала. В общем, вырвала все кусты. Остатки все. Собрала зеленые помидоры. А пока тепленькие дни. Мне кажется, что с огородом в этом году мы как-то рановато закруглили с помидорами. В прошлом году прям помидоры долго весели, еще спели. Ну, ничего страшного. Мне кажется, скоро начнутся холода резкие. Поэтому все. Помидоры все вырвали. Немножко подвянут. И уже в мусорные баки. И в мусор. Да, Эдик? Может быть, тебе жесткий веник взять, сынок? Я думаю, что жестким будет лучше, да. Так, перцы мы еще будем собирать. Потому что они такие, смотрите, какие хорошие. Прям такие хорошие еще. В общем, нормально здесь. Перцем еще нормально. И вот, смотрите. Ну, здесь пол ведра огурцов вот таких вот хороших собрала. Это для себя собрала. Буду закрывать салат из зеленых помидор. А это отдам тете Ане. Кто знает тете Ане, иногда встречается на нашем канале. Я вам хотела показать, смотрите, что все лето эти цветы, ну, я так думаю, что это космея, космея, потому что я их сажала вот одними семенами. Эти уже высох. Посмотрите. Посмотрите. Бутоны, вы видите? Набирает реально бутоны. Уже тут у нас на пороге осень. А оно, смотрите, будет нас радовать. Представляете? Так что вот так вот бывает. Интересно, конечно. И зелень такая сочная. Ста уже вся высохла. Ну, цветочки еще пока благоухают. Хорошо им сейчас. Гераньки, посмотрите, какие. Может быть, занесу их в гараж. Пусть постоят. Найдем место, кто знает. Может, на следующий год пересажу больше горшки. И не нужно будет ждать, пока они подрастут. Все, вот такие вот у нас дела. Работала от души. Теперь пойду закрывать. Так, мы решили помидоры сами завести по пути. И попали, в общем. Куда мы попались, Саня? Ко они приехали в гости. Нет, на что мы попали? Казахское блюдо без фармака. Представляете? Видно, без фармака как раз. Вот посмотрите вот сюда. Вот сюда. Тут с вилкой ждут готовые. А, детки? На, сейчас сними. Красота. У нас еще одна из. Тетя Аня нам сейчас нагормит нас от души. От души. Говорит, очень много нам. Своих накормила, теперь вас. Если этот леган заснять на видео, по размеру, он очень большой. Смотрите. Раз, два, три. У меня руки грязные с огорода. Ну, как грязные. Не грязные, а это. Не отмылись. Казахское блюдо без фармака. Да. Итак, дорогие друзья, новая рубрика. Сладенький ты мой мальчик. Кто это? Угадайте. Кто это? Это мой племянник. Мой хороший племянник Лиамчик. Проголодался, да, маленький? А это кто у нас там? Николька. И моя красавица только сейчас проснулась. Аделиночка. Ты проснулась, девочка маленькая? Николь. Николь, идем сюда. Идем к тете. В общем, у меня детки. Два племяшка мне привезли сегодня. Понянчится пару дней. Николь. Это мои сестренки дети. Они поехали там по делам. Погулять, отдохнуть. А мы тут вот нянчимся по очереди. Оксана нянчилась пару дней. И вот теперь я. Дождь, телефон твой любимый. Беги быстрей. Бегом, бегом. Ты любишь трубку поднимать. Бегом, бегом. Беги. Так что, когда детки в доме, то вот так вот уже пеленочки, игрушки. Да, маленький лямчик, да. Николька побежала. Вот кто вот учит ребенка пританцовывать? Никто. Это такой инстинкт уже срабатывает, что под музыку хочется немножко повилять. Да, Николь? Девочка, ты моя. У нас 23 сентября. Посмотрите, каких красавчиков я нашла. Удивляю, что до сих пор огурцы наши плодоносят. Замочила вот. Собрала за несколько дней. Буду сейчас делать засолку. Вот прям свеженькие-свеженькие дорвала. Прям красавчики. Еще есть. Еще будут, представляете, огурчики у нас. Вот кто у нас тут жумит. Вот она. Зачем холодильник пачкать, доча? Мама. Это надо было бы холодильник вытереть, да? Доча, помидоры ела? Что ты мне красавица маленькая? Смотрите сюда, Анна, это чудо маленькое, которое любит очень авокадо. А, Николь? Эта девочка ничего не ест совсем. Овсяную кашу отказалась, йогурт отказалась. Что эта девочка хочет, а? Вот проблема с кормлением. Ничего не ест. Вот молоко попила. И все. Николь? Посмотрите, она вообще-то любит фрукты и овощи. Чайчико. Николь любит авокадо. Николь, мама потом посмотрит тебя? Чайчико, мама. В общем, скажу вам, с детками маленькими это непросто. Тетя Марина уже, как сказать, всему свое время. Да, дочь? Да. Всему свое время. Вы таких маленьких деток, нужно иметь свое время. Аделиночка помогает, катает, да, доча его? Угу. Пока мама с Николькой занимается. Аделина маме помогает. Ну-ка, покажи, как ты его катаешь. И он довольный сидит. Да, дома вот такой вот этот, как сказать, беспорядок, потому что здесь маленькие детки. Где бутылки? Вон уже там, там бутылка стоит. В общем, вещи, одежда. Ну, ничего. Это совсем не страшно. Это все поправимое. Да, Далиночка? Вот она, вот она, красотулька. Вот она. Классная девчонка. Николь, посмотри сюда. Покажи свой носик. Носик покажи. Вкусная авокадо, да? Ой, не знаю, мама, как мы будем это отстирать. Одежду? Ну, как-нибудь отстираем. Или мама постирает сама, да? Да. Все? Все наелась, что ли? Николь, все? Ой-ой-ой. Ой, молодец. Все, пойдем. Лицо будем мыть. Ручки будем. Все, наелась. Или еще ты что-то хочешь? Да, да. Это Николь, Николь. Такой место сделала. Ой-ой-ой. Мама, я стукалась. Мама, да, скажи, мама. Зато скажи, я хоть поела, да? Это давай тете сюда. Да, да нельзя, какая ты внимательная. Все, скажи всем пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. Получилось у меня пять баночек огурцов наших любимых. Есть в плейлисте мои рецепты сладкогоркие. Самые вкусные, которые дети едят. Все укутаем сейчас шубой. И пусть стоят. Еще сегодня я закрываю вот такой вот красивый и очень вкусный салат. И зеленых помидор. Я уже собрала весь урожай. Вырвала все кусты. И вот сейчас я работаю вот эти вот помидорки. Кого заинтересовало, этот салат есть в плейлисте мои рецепты. Очень вкусно. Рекомендую. Очень вкусно. Здесь всего лишь помидоры. Зеленый болгарский перец. Чеснок. Петрушка. И горький перец. Очень вкусный салатик. Готовится очень быстро. Вот так вот сегодня я закрыла еще эти баночки. Не знаю, для чего закрываю, потому что мы не едим особо. Я только так поклюю. Дети не едят. Муж тоже. Ну, закрываю, когда гости, праздники или кого-то угостить. Я думаю, что это будет моя, наверное, последняя закрутка в этом году. Ну, хотя, пока не могу точно сказать, но, может быть, еще ойовое варенье закрою. Все. Сегодня прям буквально целый день на ногах была. Тут так у нас происходят уроки вечерние, да? Кто-то уже малыши сделали. Я с ними сделала уроки. Эдик, ты что делаешь? Вот у него таймер. 25 минут? Ну, я целый час читала. Ты целый час? Да. Молодец. Так, Эдик у нас сам уроки делает без помощи, да, сынок? Ты в каком классе учишься? Молодец. Надо это все разобрать. До сих пор эти сладости стоят. Убрать надо. Цветочки тоже стоят. И вот они, наши помощники. Дэнни так нянчится с ним. Хороший мальчик такой. У тебя такая занятая сегодня. Занятая целый день на кухне, да? Хорошая, чтоб ты понимал. Где твоя мама, а? Ну, где же твоя мама? Мама отдыхает? Так, у нас впереди ноченька, а? Ноченька с двумя маленькими детками, которые просыпаются по несколько раз. Хорошо, если одновременно, а если в разное время? Малыш, красавчик наш такой красивый. Ну, сегодня я прям молодец. Похвалю немного себя. Спасибо моим деткам, что помогали мне с малышами. Смотрели мы на ночь, глядя кукурузу. Мама запоздала. Такая большая котелка. Вот сейчас дети поедят. Вот так, оказывается, с детками. Вот так вот с детками. Она хочет сама. Давай, давай, Николь. Ешь. Ешь. Покажи всем. Годика моей девочки уже, а? Прошло это время уже. Эй. Солнце, спускайся. 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 Здесь на кухне красота, но уже чище стало, чище. Вот еще один, да? Мы уже этого одного видели. Эй, малыш. Алиночка теперь нянчится с ним. Солнышко наш. Алиночка, раз так можно, дочь слази давай, это некрасиво вообще. Ну, вот такая вот у нас семейная, как говорится, идиллия. Кто музыкой занимается, кто кушает, кто лазит по столу. Вот, кто-то нянчится. Все, сейчас в порядке наведем. Библейский час, молиться и баиньки. Да, детки? Все, пока-пока всем божьих благословений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...